Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Почему служится литургия прежде освященных даров Великим Постом? Что мешает служить обычной литургии? Действительно, есть особый чин божественных служб прежде освященных даров, которые называются так потому, что святые дары, сам Агнец, которому мы причащаемся, приуготавливается на последней полной литургии, которая совершается чаще всего в воскресенье. В воскресенье не один Агнец освящается, которому причащаются и сам священник, и миряне, из чаши, которые износят из царских врат в завершении литургии священник. Но один или два или три бывают такие, седмицы Агнецев, напитанных кровью Христовой, остаются на престоле. Кстати сказать, в связи с этим, в будние дни Великого Поста, входя в храм, помня о том, что на престоле своими причистыми телом и кровью прежде освященных Агнецах почивает сам Господь, мы делаем не по три поясных, как обычно, а по три земных поклона. И этот Агнец употребляется в среду вечером и в пятницу вечером, на вечернях, во всяком случае, иногда они служатся по утрам для удобства прихожан, но именно на вечерней среды, то есть накануне четверга, на вечерней пятницы, накануне субботы, проведя день совершенно постнически, вечером, установлено было в древних монастырях, приобщаться к святых Христовых тайн, раздробляя в результате некоторого последования богослужебного, раздробляя этот прежде освященный Агнец и преподавая его верующим. Это богослужение уникальное, кто на нем не был, много теряет Великим Постом, потому что в нем как бы квинтэссенция Великого Поста, этих покаянных, коленопреклоненных молитв, и особое песнопение, которое вы не услышите в субботний или воскресный день в храме, даже Великим Постом, они предназначены исключительно для употребления в будние дни Великого Поста. Там и молитва Ефрема Сирина многочисленная, там и коленопреклонение, там и песнопение, которое слушается целиком коленопреклоненно, да исправится молитва Моя Кадила пред Тобою, и многое другое особое и уникальное, что не может не тронуть душу, даже оледеневшую, даже окаменевшую, не расположить ее к покаянию. Эти богослужения бывают только Великим Постом, который как раз и предназначен несколько потрясти душу, привыкшую к словам молитв, привыкшую не слишком уж оплакивать свое состояние далекой от святости. Именно Божественная служба прежде священных даров помогает, уповая на милость Божию, приобщаясь к святых христовых тайн, перейти в это смиренное и покаянное состояние души. Почему не служится полная литургия, кроме субботы и воскресенья? Именно потому, что литургия есть торжество милости Божьей и помилования нас. Преподание тела и крови Господне верным в ходе Божественной литургии знаменует наше единство и торжество любви Божьей, с нами совершаемое, и наше восприятие в число спасающихся. А это все-таки то чувство, которое мы переживать призваны только после хорошего покаянного труда. Именно ему посвящены пять будничных дней всякой Великопостной Седмицы, потому и не совершается полная Божественная литургия в будние дни Великого Поста, чтобы не наполнять нашу жизнь особым ликованием в ожидании того самого пасхального ликования совершенного, к которому мы готовимся. Так что это некоторое такое организационное перемещение служб. Они все равно служатся, но только в субботу и воскресенье. В субботу литургии Иоанна Златоуста, воскресенье Великопостное, кроме вербного воскресенья служат литургии Василия Великого, особенно продолжительные, с замечательными, глубокими, благодатными содержателями, молитвами, которые читает священник в алтаре, и поэтому она получается более долгая. Итак, кроме дней выходных, дней субботних и воскресных, именно прежде священной службой и приобщением святых тайн за ней, мы, с одной стороны, и не теряем радости и благодати пребывания с Господом, со Христом, приобщаясь к святых христовых тайн, но, с другой стороны, остаемся в покаянном настроении, приличном для Великого Поста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.